Воспитание чувств История молодого человека Часть третья, глава шестая Он отправился в путешествие Он изведал тоску на палубе пароходов Утренний холод после ночлега в палатке Забывался, глядя на пейзаж и руины Узнал горечь мимолетной дружбы Он вернулся Он выезжал в свет И пережил еще не один роман Но неотступное воспоминание о первой любви Обесцвечивало новую любовь Да и острота страсти Вся прелесть чувства была утрачена Гордые стремления ума Тоже заглохли Годы шли И он мирился с праздностью мысли Сухостью сердца В конце марта 1867 года Под вечер Когда он сидел в одиночестве у себя в кабинете К нему вошла женщина Госпожа Арно Фредерик Она взяла его за руки Нежно подвела к окну Всматриваясь в его лицо Она повторяла Да, это он Он В надвигающихся сумерках Он видел только ее глаза Под черной кружевной вуалью Закрывавшей лицо Она положила на камин Маленький бумажник Из темно-красного бархата И села Оба не в силах были говорить И молча улыбались друг другу Потом он забросал ее вопросами О ней и ее мужа Они теперь живут в глуши Британии Стараются поменьше тратить И выплачивают долги Арно почти все время болеет На вид совсем старик Дочь замужем Живет в Бордо Сын со своим полком В Мостаганэме Она подняла голову и сказала Но я опять вижу вас Я счастлива Он не применил сказать ей Что, узнав об их беде Сразу же бросился к ним Я знаю Как вы об этом узнали? Она видела его Когда он шел по двору И спряталась Зачем? С дрожью в голосе И с долгими паузами Между словами она проговорила Я боялась Я боялась Да, я боялась Вас Самой себя Его хватила сладострастная дрожь Когда он услышал это признание Сердце учащенно забилось Она продолжала Простите, что я не пришла раньше И указав на бархатный Гранатового цвета бумажник Расшитый золотом Прибавила Я нарочно вышила его для вас В нем та сумма За которую был заложен Участок в Бельвилле Фредерик поблагодарил За подарок Пожурив ее Однако за то, что она Побеспокоилась ради того Нет, я не из-за этого Приехала Мне хотелось Навестить вас Потом я Опять въеду Туда Она описала ему место Где они живут Там низенький Одноэтажный дом С садом Где растут Огромные буксы Каштановая аллея Подымается на вершину холма Оттуда видно море Я люблю Посидеть там на скамейке Я назвала ее Скамейка Фредерика Потом она стала Жадно рассматривать Мебель Безделушки Картины Чтобы запечатлеть Их в памяти Занавесь Наполовину Скрывала Портрет капитанши Но золотые Белые пятна Выделявшиеся В темноте Привлекали ее Внимание Мне кажется Я знаю Эту женщину Нет Не может быть Сказал Фредерик Это старая Итальянская Картина Она призналась Что ей хотелось Бы пройти С ним Под руку По улицам Они вышли Огни магазинов Время от времени Освещали ее Бледный профиль Потом ее Снова окутывал Мрак Не замечая Ни экипажей Ни толпы Ни шума Ничего не слыша Они шли Поглощенные Друг к другу Как будто Раз услышал Что вы Принадлежали Это было Всякое ваше существо, всякое ваше движение приобретали для меня сверхчеловеческий смысл. Когда вы проходили мимо, мое сердце, словно придорожная пыль, облаком поднималось вслед за вами. Вы были для меня, как лунные лучи в летнюю ночь, когда все кругом благоухает, когда всюду мягкие тени, белые блики, неизъяснимая прелесть. Все блаженство плоти и души заключалось для меня в вашем имени, которое я повторял, стараясь поцеловать его, пока оно не слетело с моих губ. Выше этого я ничего не мог себе представить. Я любил госпожу Орну именно такую, какой она была, с ее двумя детьми, нежную, серьезную, ослепительно прекрасную и такую добрую. Этот образ затмевал все остальные. Да и мог ли я подумать о ком-нибудь другом? Ведь в глубине моей души всегда звучала музыка вашего голоса и сиял блеск ваших глаз. Она с восторгом принимала эту дань поклонения, поклонения той женщине, какой она уже не была. Фредерик, опьяненный своими словами, начинал верить тому, что говорил. Госпожа Орну, сидя спиной к лампе, наклонилась к нему. Он чувствовал на лбу ласку ее дыхания, а сквозь платье смутное прикосновение ее тела. Они сжали друг другу руки. Кончик башмачка чуть выступал из-под ее платья, и Фредерик, почти в изнеможении, сказал «Вид вашей ноги волнует меня». Внезапно застыдившись, она встала, потом, не двигаясь с места, проговорила, как лунатик «В мои-то годы он, Фредерик, ни одну женщину не любили так, как меня». «Нет, нет, к чему мне молодость? Не нужна она мне. Я презираю тех женщин, которые сюда приходят». «Никто сюда не приходит», — любезно возразил он. Лицо ее просияло, и она захотела узнать, собирается ли он жениться. Он поклялся, что нет. «Это правда? А почему?» «Из-за вас», — сказал Фредерик, обняв ее. Она замерла, откинувшись назад, приоткрыв рот, подняв глаза, но вдруг с отчаянием оттолкнула Фредерик, а вместо ответа, о котором он молил, сказала, опустив голову, «Мне бы хотелось сделать вас счастливым». Фредерик подумал, не пришла ли госпожа Арну с тем, чтобы отдаться ему, и в нем снова пробудилось вожделение, но более неистовое, более страстное, чем прежде. А между тем он чувствовал что-то невыразимое, какое-то отвращение, как бы боязнь кровосмешения. Остановило его и другое, страх, что потом ему будет противно. К тому же, зачем усложнять свою жизнь? Из осторожности и вместе с тем, чтобы не осквернить свой идеал, он повернулся на каблуках и стал сворачивать сигарету. Она с восхищением смотрела на него. «Какой вы чуткий! Вы один такой во всем мире! Один!» Пробило одиннадцать часов. «Уже», — сказала она. «В четверть двенадцатого я ухожу». Она снова села, но теперь она следила за стрелкой часов, а он курил, продолжая ходить взад и вперед. Оба уже не знали, что сказать. Перед расставанием бывает минута, когда любимый человек уже не с нами. Наконец, стрелка перешла за двадцать пять минут двенадцатого. Госпожа Арнуп принялась медленно завязывать ленты своей шляпки. «Прощайте, бесценный друг мой. Я больше никогда не увижу вас. У меня, как у женщины, нет будущего. Душа моя никогда не расстанется с вами. Да благословит вас небо!» Она поцеловала его в лоб, точно мать. Но тут же, поискав что-то глазами, попросила у него ножницы. Она вынула гребень. Седые волосы упали ей на плечи. Она порывистым движением отрезала длинную прядь под самый корень. «Сохраните их!» «Прощайте!» Когда она ушла, Фредерик открыл окно. Госпожа Арнуп, стоя на тротуаре, знаком подозывала фиакр, проезжавший мимо. Она села. Экипаж скрылся из виду. И это было все. Экипаж скрылся из виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова